Привет! Хочу поделиться рецептом шашлычка. Делаю я со специями как немного чеснока. Порошок добавляю, острый перец, потом есть такие специи для стейков. Немного их добавлю. Лук, помидоры и все это маринуется на ночь. И добавляю еще томатную пасту. Шашлык я порезал небольшими кусками. И первым делом я сначала солю мясо. Берем где-то горсточку. На вкус, на любителя. И это с солью. Мясо все солим и размешиваемся, чтобы соль впитывалась. Ну, лук возьмем где-то... Сейчас у меня здесь четыре головки большие. Лук никогда не помешает мясу. Он не всегда дает аромы. Нарезаем частями, крупными, не боясь. Так, я к мясу нарезал где-то четыре-пять головок больших лука. И туда я добавляю помидоры. Нарезаем помидоры шайбами такими и добавляем их туда. Так как это мясо шея, она немного суховатая. Помидоры дадут мясу воду. И она будет нежная и сочная. На два с половиной килограмма я добавил сейчас сюда четыре больших помидора. лук. Мясо уже соленое. Теперь добавим немного специй. Это как кориандр также. И тут добавляем соль всякие. Потом добавим красный перец. Я люблю немного острый. Добавляю всегда красный острый перец. Это все туда же. И чеснока немного. Порошок. И потом это все тщательно размешивается. И после того как мы все перемешали, я еще добавляю томатную пасту. Это я все добавляю. И все перемешиваю еще раз. Вот два с половиной килограмма хватает одной такой маленькой пачки пасты. Лук, помидоры и эта паста очень совместимая и очень вкусная. Кому интересно, оставайтесь с нами. Завтра будем пробовать. Мариновка длится 3-4 часа. Хватает. Всем приветик. Решили сделать еще шашлык на майонезе. И проверить какой шашлык лучше уйдет. На томатной пасте и на помидорах или на майонезе. Берем килограмм, здесь килограмм полтора мяса. Тоже небольшие такие кусочки. Тут также первым делом мы солим. Тоже примерно на вкус, на любителя. Кто любит много соли, может много соли бросить. Где-то вот так всегда на вкус. Сразу можно поперчить. Чесночка тоже порошок добавить. Посолили, добавили чесночка. Так как у меня жена не любит острое. Мы добавим ей красный перец сладкий. Молотый. Тоже для арома. И немного таких специй для стыков. Там всякие разные спицы. И мы их тоже добавим для арома. И размешиваем мясо. И оставим стоять, пока нарежем лук. Тоже так же полукольцами крупно. Нарезали лук и все тщательно размешиваем. Четчатина, чтоб везде лук размешался с мяской. Мясо размешали. Все хорошо. На полтора килограмма мяса я взял больших пять луковиц. И крупно нарезал. Теперь мы добавим майонез. В майонез я взял такую баночку. И мы его тоже туда добавляем. Ну вот так вот вышел у нас маринад. Это на майонезе. А это на помидорах. И на томатной пасте. Оставим это все на ночь в холодильник. В прохладное место. И завтра мы будем жарить. Ну вот друзья. Вот что у нас получилось. Вот это на помидорах. Сочный красный шашлычок. А это на майонезах. Теперь будем пробовать. Сейчас распробовали мы с женой шашлычок. Мне больше нравится мой красный. На помидорах. Моей жене как всегда она на майонезе любит. Пользуйтесь рецептом. Ставьте лайки. Всем пока.